Бандю Вам крупно повезло Ну-ка, все вместе Улучши вас вместе Лучше по-хорошему Глупайте ладоши нас Едва раскроем рот Как все от счастья плачут И знаем наперед Не может быть иначе Мы к вам заехали на час Привет, бомжур А ну, скорее любите нас Вам крупно повезло Ну-ка, все вместе Улучши разве все Лучше по-хорошему Глупайте ладоши нас Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Мы все решаем быстро на лету Остановиться не умеем на мгновенье По мокрым рельсам По мокрым рельсам я к тебе иду А ты, Люба Идешь по параллельным Я раненый тобой Раненый тобой Раненый тобой Каждая стрела В сердце Ты, Люба Раненая мной Раненая мной Ведь у нас одно В сердце Эй! Я так рад вас видеть, друзья! А ну-ка все вместе! Это так просто Перейти черту Все, что имеем Зачеркнуть в одно мгновенье Да я, конечно, без тебя смогу И нам все будет параллельно И все вместе Я раненый тобой Раненый тобой Каждая стрела В сердце Ты Раненая мной Раненая мной Раненая мной Ведь у нас одно В сердце Эй! Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер! Добрый вечер! Ну что ж, спасибо огромное, Филипп, что сегодня у нас на финале. Я хочу пожелать одного – куража, азарта в глазах и желания победить себя, преодолеть свои комплексы. Потому что я лично вышел на сцену, чтобы преодолеть вот это вот ощущение, что это гадкого утенка в школе, такого суталоватенького, хиленького. Все, я вышел на сцену, я стал другим. И этого я желаю всем, кто выходит на эту сцену, стать другим, найти себя и не потерять самое главное – свою честь и совесть, став звездой. Филипп, ну какой ты ученок! Ты настоящий гусь! Я себя сделал гусем, а был гадким утенком, понимаете? Да, но я надеюсь, у тебя хватит сейчас крыльев долететь на нашу стену и присоединиться к нашим экспертам. И ты окажешь нам честь своим участием сегодня в нашем финале. С большим удовольствием! Я иду к вам, друзья! Добрый вечер, друзья! Иногда для рождения новой звезды необходим мощный взрыв старой. Но в музыкальном мире все куда проще. Так что Филипп Киркоров может спать спокойно. Нашим участникам, чтобы взойти на Олимп, нужны только талант и упорство. И этого у них предостаточно. В эфире финал самого масштабного вокального шоу, которое зажигают новые звезды. Ну-ка все вместе! Сегодня мы наконец узнаем имя победителя четвертого сезона. Как принять такое важное решение? Нужно доверить это самому масштабному жюри за всю историю вокальных проектов. Нашей невероятной сотне. Потому что в ее составе есть представители всех музыкальных направлений. Певцы, авторы, композиторы, преподаватели, лауреаты различных премий и живые легенды музыкального мира. В центре стены сияет и освещает все вокруг лидер сотни. Сергей Лазарев! Друзья, здравствуйте и с праздником нас! Да, с праздником! Потому что традиционно финал шоу «Ну-ка все вместе» как большой семейный праздник, который мы так долго ждали. Мы наряжались, готовились. И вот, наконец-то, этот день настал. Сегодня финал. И я безумно счастлив разделить эти эмоции вместе с вами, уважаемые эксперты, в кругу такой большой музыкальной семьи. Каждый финалист сегодня один лучше другого. Выбрать нам будет лучшего крайне сложно. А от этого будет еще интересней. Удачи всем! Правила финала просты. Лучшие вокалисты сезона поют на сцене популярные хиты. Если выступление нравится кому-то из экспертов, то он должен встать, нажать на кнопку и подпеть. Участник получает столько баллов, сколько экспертов поднимется на стене. Обладатели трех лучших результатов попадают в тройку лидеров. И занимают места до тех пор, пока кто-нибудь не споет еще лучше. В конце лидеры сразятся между собой в вокальной дуэли и определят победителя четвертого сезона «Ну-ка, все вместе», который получит кубок проекта и большой денежный приз. А также от нашего информационного партнера радиостанции «Новое радио» победитель получит сертификат на создание оригинального сингла и ротации его в эфире «Нового радио», где звучат только супер-хиты и супер-новинки. АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец, я произношу те самые заветные слова, до которых еще недавно было так же далеко, как до луны. Мы начинаем финал самого грандиозного народного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Вперед и с песней!» АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, Филипп, я ввожу тебя в курс дела. У нас сегодня суперфинал. Был невероятный отборочный первый и второй полуфинал. Точнее, отборочные туры были невероятные. Я все смотрел. Я многих видел. Очень сильный финал. Я думаю, Филипп сегодня будет крайне удивлен, что здесь будет происходить. Сегодня будет мощно, шикарно. Красиво. Красиво. Да. Волноваться будут все. Сто процентов. Бороться будут до последнего, потому что остались бойцы. Мое сердце не выдержит, потому что это чересчур. Еще ничего не началось, а у меня мурашки по коже. Что же сегодня будет происходить? Только лучшие вокалисты. Они преодолели большой путь. И уже в маленьком шажке от своей мечты. За этим будет невероятно интересно наблюдать. Давайте сделаем это вместе. Всем снова здравствуйте. Меня зовут Симона Куприна. Я из города Киселевска, Кемеровской области. И мне 27 лет. Когда я выступала в полуфинале, у меня была очень сильная эмоциональная песня. Я очень хотела донести смысл этого трека. Надеюсь, что я это сделала, потому что 94 человека. Ко мне встали. Я была безумно счастлива. В полуфинале, точно так же, как и в отборочном туре, я не замечаю людей, которые встают. Я не замечаю эти желтые окошечки. Потому что я стараюсь петь для всех. Не для тех, кто встал. Не для тех, кто сидит отдельно. Абсолютно для всех. Какая мощь! Быть в финале – это большая честь, на самом деле. Это очень круто. Это очень приятно, что я дошла. У нас сейчас в финале очень-очень-очень сильные все ребята. Очень круто быть в такой компании и находиться на сцене с очень талантливыми людьми. Моя сильная сторона в том, что я всегда очень разная. По моему, конечно же, мнению. Каждый выход на сцену, каждое выступление я подбирала новую образу. Мне просто нравится этим. Увлекаюсь. И песни в разных стилях. Если я выиграю миллион рублей, то мне бы очень, конечно, хотелось потратить его на себя, на свое развитие, на творчество. Но сейчас, я думаю, будет тяжелое время. Посмотрим. Возможно, просто буду жить на эти деньги. О, Симоночка! Красивая какая яркая. Очень красивая. Она всегда очень стильная. Мне кажется, под Любу Успенскую чуть-чуть, да? Здравствуйте. Меня зовут Симона Каприна. И очень рада вас видеть и счастливо открывать сегодняшний вечер. Наш финал. Какая она космическая просто. Инопланетянка, которая прошла все тернии. И вот-вот она попадет к звездам. Не все ее понимают, но она, мне кажется, очень крутая. Я за нее всегда очень болел. Она даже стоять не может. Видите, двигается туда-сюда. Не волнуйся, мочи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сегодня такой день. У нас солнце в рыбах. Рыбами управляет Нептун, а Нептун это покровитель всех творческих людей. Поэтому сегодня просто будет бомба. Из мощной творческой энергии я предвкушаю и предупреждаю, что, возможно, даже сегодня мы все будем плакать от счастья. А драка будет? Не знаю, будет ли драка, но один точно нарывается. Сергей Лазарев. Симона, на мой взгляд, ты действительно очень яркая, классная артистка, которая вышла на сцену. Ты понимаешь, что ты первая, ты понимаешь, что тебе нужно сразу задавать планку, какой-то тон программе. И ты это сделала. На мой взгляд, на все 100 баллов на этой сцене ты показала себя как суперпрофессионал. И все, за что ты берешься, ты делаешь на высокий балл. Ты каждый раз выдаешь высокий результат. И я лично твой фанат. Я действительно... Ты очень запоминаешься. То есть я уже ждал тебя. Я ждал, в каком образе ты выйдешь. Это тоже важно. Понимаешь, ты каждый раз очень стильно подбираешь наряды. Ты каждый раз соответствуешь музыкальному репертуару, который ты делаешь на сцене. Ты невероятно круто поешь. Джесси Джей, как по-другому исполнять эту песню этой певицы? Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Ну что ж, а Симона занимает первое место в тройке лидеров с 98 голосами. Симоночка, но важнее всего то, что Лазарев признался тебе, что он твой фанат. Да, я прям теперь этим званием. Ты можешь гордиться, ты можешь написать в соцсетях «Я кумир Лазарева». Все. Погоня за главным призом началась. Хватит ли этих голосов Симоне Куприной, чтобы остаться в лидерах до конца? Узнаем очень скоро. Вы смотрите «Ну-ка, все вместе!» Это финал. Ну-ка, продолжим. Она зажгла. Не захочешь, а встанешь. Согласен? Согласен. 98, я думаю, что она не пройдет, конечно, потому что там будет потом еще такое количество ярких, классных артистов. Я очень жду грузинскую семью. Очень жду. Классные, да? Это просто, ты знаешь, это бальзам на сердце, на душу, как масло вкусное, сливочное, как бутербродик с икоркой. Не знаю, с чем. Здравствуйте! Мы музыкальная грузинская семья Бочкуа. Вах! Из Домодедова. Впечатление словами сложно описать. Лучше мы вот покажем. Еееее, это круто! Мы пришли просто первый раз в жизни всей семьей участвовать в троекте. И мы думали, попробуем, что получится. Ну, получилось грандиозно. Я щипала себя, думаю, да, это с нами. Это с нами! Как это было неожиданно! Нам помогло то, что мы все очень сильно старались просто вот честно донести от души то, что хотелось. Если будет такая возможность, и мы получим этот приз, то вложим в студию, и потом для всех будем много-много новых песен петь. Это был эксперимент, очень классный эксперимент. Ну, конечно, из-за этих призовых денег выделим небольшую сумму, почему, может, и большую, чтобы Лизе хороший, красивый букет подарить. О-о-о! По костюмам как-то разделились сыновья, да, к родителям, да. По краям, видишь, в каком-то видном. Мама такая элегантная, что-то она грустная. Они пели на грузинском, они пели на английском. Теперь хочется на русском языке, чтобы мы прям сказали, ребят, ну вот все. Ну, давай слушать, смотреть, давай. На русском, давайте, спойте на русском песню, это будет вообще прям бомба. Они мне нравятся вообще на любых языках. А-а-а! Аррера! Аррера! Город мой влюбленные На пути и деревоца Я сейчас заплачу. Ой, как поют зеленые Беспокойной весной Вы шумите листой И не списывал И не списывал Вместе со мной Да, боляй, Да, боляй А-а-а! У меня мурашки по коже. Вы спокойной весной Вы шумите листой Трополя 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 Вы не можете расплачивать И не списывал Вместе со мной Трополя, трополя Мы растем и старимся Но душой улюбля И умными останемся И как юности вдруг Вы уроните пуг Трополя На ресницы И плечи И под рук Трополя 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 И как юности вдруг Вы уроните пуг Трополя 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 На ресницы И плечи Во друг На ресницы На ресницы И плечи Во друг На реснице Ну что ж, давайте, дорогие друзья, посмотрим, сколько баллов набрала семья Боджгуа. 85 голосов. Ну а что скажут наши народники после такой замечательной русской песни Олеся? Ты сегодня прямо вообще, ну просто не могу передать словами. Сразу видно, что ты не тем порошком стираешь, Олеся. У тебя от рубашки остались только манжет и воротник. Я ожидала другого комплимента, потому что сегодня очень блестящий... А я для вас приготовил комплимент. Олеся, Олеся, Олеся. Красиво, это вы очень модные, трендовые одеты. Просто Коля немножко в моде, чуть-чуть опаздывает за мной. Вообще сегодня женщины, посмотрите, какие у них декольте. Посмотрите на эти вырезы у всех. Вы невероятный расход. Урок того, как на себя нужно внимание переключить. Да, мы участников на... Я переключаю, наоборот, на женщин. Ваши эти в груди, просто потрясающе. Как улыбка. В груди, как улыбка. Спасибо большое. Олеся, ты помнишь, что ты хотела сказать? Да, я обязательно скажу. Груди, как улыбка. Честно, я вас жду, друзья мои. Потрясающая царственная семья. У вас столько грации, столько гармонии. Вы знаете, вы просто необыкновенные. У меня было хорошо от ваших голосов, от вашей энергии. Вы невероятные. Я вас прошу, пригласите меня на свой концерт. Я хочу утонуть в вашем многоголосии и вашей музыке. Спасибо, Олеся. Браво. С удовольствием. Но я узнал эту роскошную женщину. Я ее знаю. Мы участвовали в одном проекте, где она победила, исполняя песню мою. Цвет настроения синий, да. Вы можете представить? Вы меня покорили тем, что вы, во-первых, очень напоминаете мою маму, Царство Енебесное. Ее нет. А вы очень красивая. У вас красивая семья. И по-другому петь вы не можете. Вы красиво поете все. Спасибо. Вы потрясающие. Вообще как они? У вас жена. Ты вообще бабушка или еще не бабушка? Нет, нет, нет. Пока еще... Пока еще мама музыкальной группы. Вот этого и пожелаем, чтобы ваша группа превратилась в актет в скорейшее время. Понимаете, на что я намекаю, да? 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 Да, да. Еще две девушки. И еще по парочку, даже больше, еще по парочку еще малышей. И спасибо, что сегодня эту историческую песню вы спели. Мы вот именно этим сближаем друг друга. Когда преодолеваем все границы и поем песни друг друга. Я все сказал, я все сказал, я все сказал. Спасибо, Филипп Игорь. На каждой случай песни есть. Спасибо. Надежда Крыгина. Ну, все-таки такая потрясающая песня, такой многоголосец. Что скажете? Ну, я сожалею, что, конечно, 85 голосов, поверьте мне. Мы, наверное, очень отвыкли от такого гениального пения, от такого аккорда, от такой великой музыки, которую великие композиторы писали, такой, как Пономаренко. Да, нам бы, конечно, подавай англоязычные песни. Задорные, веселые. Так, так, началось. Мы не любим такие песни, уважаемые сотня. А почему тогда 85? Так, Надежда, давайте держать себя в руках. А я держу себя в руках, Сережа. Здесь дело не песни, но, слушайте, ну, давайте не заводиться. Мы отвыкли. Ну, знаете, все-таки... Слушайте, мы отвыкли. Давайте, вы отвыкли, может быть, мы не отвыкли. Сережа... Всех под одну гребенку. Вот это все... Вы отвыкли, вы любите это. Мы, 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 Сережа, мы, мы, мы. Посмотрите, какое количество людей встали и аплодируют. Вы сейчас таким своим негативным фоном просто делаете так, что я не захочу ничего уже хорошего сказать, понимаете? Сережа, что вы, что вы? Я ни в коем случае не хочу никакой негатив не внести. Давайте не будем. Это мне обидно и жалко, что у них 85 голосов, потому что они первые, у них должно быть 100 голосов, а не 85. Нас сегодня все заслуживают 100. Поэтому я понимаю. Безусловно. Так, все, все интересно. Ну так, ну так, ну так просто не бывает. Как мне это нравится? Это моя атмосфера. Скандал, скандал. Скандал, скандал. Нет, скандалов нет. Это моя атмосфера в депрессе. Нет, нет, я очень редко, я вообще никогда не скандалю. Опять на первой полосе. Да, что я думаю. Поэтому, сожалею, дорогие мои, низкий поклон. Спасибо, мои дорогие братья грузины. Благодарю. Мама, люблю вас. Браво, ну, мама, спасибо. А тебе давайте спросим признавателей. Филипп, хватит пить эти лекарства, я тебя уже предупреждал. Они, похоже, просрочены. Спросим представителя Грузии. Торники. Квитатиане. Всем здравствуйте. Гамар Джобат. Что я могу сказать? Семья Бочгуа достаточно известная среди грузин. Я надеюсь, после данной программы вы станете известными на все постсоветское пространство. Я хочу, чтобы вас знали, хочу, чтобы знали все ваши песни. Будьте счастливы. Всем нам, всем вам желаю счастья, мира, добра. Огромное спасибо. Браво. Этери, Этери, прекрасная Этери. Мои дорогие, я так горда тем, что вижу вас на этой сцене. Семья Бочгуа, это семья, которая пережила очень много трудностей, потому что самый главный мафиози. Тем раз после очередной химиотерапии, это была химиотерапия, мы чуть его не потеряли. Мне Лиза рассказывала, ну, это было давно, слава богу, что это было давно, но вся грузинская общественность просто вот замерла в ожидании чуда. И это чудо случилось. Было такое, ты мне рассказывала. И тем сильнее мое уважение к вам, к вашей семье, и тем сильнее я радуюсь вашему выходу, каждому вашему выходу на сцену. Поэтому на ваших концертах ждите нас всех. Спасибо. Мне кажется, на самом деле, что сейчас я слышу какой-то бесконечно грузинский тост. Но чтобы вернуть вас в реальность, я хочу спросить у Дмитрия Колдуна, который сидит, почему он не встал. Очень интересно его мнение. Почему я не встал? Потому что, мне кажется, вам в этой песне было немножко некомфортно. Вы постоянно смотрели друг на друга, как будто пытались нащупать друг друга. Может быть, не хватало какой-то отрепетированности и слаженности, но вы поете прекрасно. Я с удовольствием приду на ваш концерт, если вы мне позволите. Спасибо, Дмитрий. Сергей Лазарев. А я хочу вас поблагодарить за то, что вы были такие гибкие к экспериментам. То есть вы были абсолютно открыты любым экспериментом на этой сцене. Будь то Earth and Fire, да, будь то песни на русском, на грузинском языке. Вы были разные. И это так здорово. Вы, безусловно, украшение нашего проекта. Просто такое ожерелье, знаете. Это действительно так. 4 бриллианта. Спасибо вам. Благодарю, Сергей. Итак, 85 баллов. И потрясающая грузинская семья. Боджгуа проходит на второе место в тройке лидеров. Браво! Сегодня нас ждет большое песенное разнообразие. Но на результат влияет только талант вокалиста и качество исполнения. Это ну-ка все вместе. Ну-ка продолжим. А мне на самом деле очень жалко, что они получили так мало голосов. Ну, правда. Расстроились, расстроились они, конечно. Глаза на мокром месте. Я, честное слово, я так редко такие эмоции сумасшедшие испытываю. Вот такая борьба. И все-таки я не понимаю. Это только начало, Валь. Ну, дай бог здоровья. Счастья. Папе процветания. Пусть работают, поют, радуют людей. Конечно. Дай бог. Люба, кого ты ждешь после прошлого полуфинала? Кто запомнился? Вот эта девочка. Какая? Ну, вот, ты помнишь, которую вы вернули? Варвара? Ну, посмотрим, что она сегодня споет. Я думаю, она порвет. Здравствуйте, меня зовут Варвара Убель. Мне 21 год, я из Новосибирска. В полуфинале моя последняя нервная клетка покинула чат. Потому что это было очень долго, волнительно, с множеством сюрпризов. Охрененное! Спасибо. Самое неожиданное выступление. Варварочка Убель покидает наш проект в полуфинале. Нет, нам опять чего-то не хватает. Чего не хватает? И оказалось, что эти сюрпризы были приятными в итоге, поскольку я в финале. Итак, встречаем! Варвара Убель. Неожиданно. Быть в финале – это невероятно. И, с одной стороны, очень волнительно, а с другой стороны, очень приятно оправдывать доверие жюри. Вы мой фаворит. Варвара, ну, это было что-то потрясающее. Вот просто нет слов! Сегодня я собираюсь исполнить легендарный стандарт из мира джаза. И поскольку Сергей Лазарев постоянно говорит, что нужно показывать свои сильные стороны, сегодня я именно так и сделаю. Моя сильная сторона в моей музыкальности, в том, как я исполняю джазовую музыку и в артистизме. Финал проходит пять участников! Для меня важно сегодня очень хорошо спеть и кайфануть. Вот она! А, вот Варвара! Вот она! Вот это сумасшедшая девочка! Ой, это девочка, классно! Это моя любовь! Здравствуйте! Меня зовут Варвара Убель. Я счастлива петь музыку, которую люблю, на проекте, который полюбился мне всем сердцем. Она тоже классная, классная. Она одна из моих фаворитов. Слава Богу! Она все, что пела, пела изумительно. Она шикарная. Посмотри, какая стильная конфетка просто супер, девчонка. Сейчас послушаем, на самом деле, как она выступит. Это невозможно. Это невозможно просто. Слава Богу! Чем-чемпинь Адрик-хадан и Ирина 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 Она крутая, конечно, она невероятно крутая Классная, у нее длинные носки Ирина 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набрала Своей виртуозностью Варвара Убель Варвара Убель Можно я сначала скажу, я хочу, во-первых, выразить огромную благодарность команде, которая делает эту прекрасную программу Уже 4 года счастья, огромное спасибо за то, что есть возможность показывать мировые хиты и джаз, и это сложнейшая, правда, самая сложная джазовая песня, я считаю всех времен народов, это именно Summertime, потому что ее пытаются спеть все вокалисты, но как ты ее исполнила сегодня, это высший класс Это просто, да, это высший пилотаж, просто ты бриллиант, однозначно Спасибо Очень, 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 жаждем Ну, я ничего плохого сказать не могу Ну, понимаете, это так, мило Ну, вот, мило, но для финала Суперсложно это для финала Джазовые штуки эти, ну, у нас, я не знаю, я Их невозможно, просто это настолько редко, что их кто-то так поет А зачем их певать, когда я уже спела, это Фитчеральд, Долина поет, уже все поют, и, ну, это... А сколько поют Дива-Вивала-Дива людей, если это не петь? Ну, хорошо, петь, я имею в виду, это разные вещи На джазовые конкурсы пусть приходят и поет это У нас Варвара, у нас все, все жанры Вы сейчас слушайте меня или нападайте, сейчас заткнусь вообще, и ничего не скажу Ну, миленькая, красивенькая, ты молоденькая, все, ищи свою песню, ну, что я могу сказать? А я одно могу сказать, что ты и для Бродвея достойная, и для джаза Однозначно, вы понимаете, она настолько владеет своим голосом Мы всего лишь 100 человек, которые ставим оценки А миллионы тебя услышат и встанут Браво, Люба, браво А можно передать Андрею Солоду? Варварочка, ну его нахрен, этот Бродвей, оставайся здесь Потому что таких певиц, как ты Здесь практически нет Потому что сейчас перед нами пример невероятного владения голосом Невероятного владения голосом Это прекрасно, это профессионально Оставайся здесь, и мы тебе поможем Я запомнила Я обещания свои выполняю всегда, учти Спасибо большое Андрей, спасибо, передайте микрофон Анжелике Алфёровой Она встала раньше световой волны Добрый вечер, дорогая стена Все мнения, конечно, безусловно, уважаю Но это мировой уровень, друзья Таких вокалисток, как ты, в принципе, нельзя оценивать Таких нужно беречь и благодарить За то, что ты в своем юном возрасте выбрала то Что ты нам сегодня демонстрируешь Спасибо огромное Ну что, Сергей Лазарев Варвара Варварочка, дорогая Варвара Как иногда те артисты, которые в отборочном туре уходят Занимают третье место, к сожалению Насколько они так же талантливые То есть они Не значит, что если они ушли, значит, они хуже Посмотрите, вот пример Возможно, вот эти все препятствия, которые были на твоем пути Это хорошо, что они есть Они делали тебя сильнее Сто процентов И сегодня твое выступление сильнее предыдущего И каждый раз ты растешь и делаешь шаги вперед Поэтому не останавливайся Это не значит, что я тебе желаю больше препятствий по жизни Нет, нет Но воспринимай все эти трудности, как желание сделать что-то еще лучше И себя усовершенствовать Ты невероятный Я безумно счастлив, что мы вернули тебя в проект Сергей, спасибо огромное Очень приятно Ну что ж Два участника набрали одинаковое количество голосов Это значит, что мы должны определить, кто из них займет более высокое место в тройке лидеров По традиции мы это делаем в тайном голосовании Но для начала давайте вспомним, как выступали наши участники Давайте сначала посмотрим выступление Симоны Куприной Симона Куприна Давайте посмотрим выступление Варвары Убель Итак, я напоминаю, что каждый эксперт может отдать свой голос Только за одного из участников За бой голосовать нельзя Голосование закрытое Никто не будет видеть результатов до самого окончания Итак, дорогие эксперты Я объявляю открытым голосование за Симону Куприну Те из вас, кто хочет отдать свои голоса за нее Сейчас нажимайте свои кнопки Результаты зафиксированы Ну что ж, дорогие друзья Я объявляю голосование за Варвару Убель открытым Закрываем голосование Ну что ж, результаты голосования на экран Ну что ж, Варвара Убель занимает более высокую позицию На первом месте Варвара Убель На втором Симона А на третьем наша обожаемая семья Боджго Браво, спасибо Варвара, пожалуйста, проходите на первое место в тройку лидеров Все места в тройке лидеров заняты И теперь фаворитам нужно держаться за них и за всех сил Следующим участникам нужно изо всех сил стараться Чтобы заменить кого-нибудь из лидеров В общем, вы знаете, что будет происходить дальше Это самое интересное Ну-ка, все вместе, мы продолжаем Это финал У нее очень красивый тембр И она похожа на диву То есть вот как бы она такая монументальная А как она поет? Какая техника? Ну, это вообще Мне пока все очень и очень нравится Может быть и хорошо, что у нас балл 98-99 Чтобы хотя бы люфт был для кого-то Чтобы 99 кто-то получил Кто-то в сотку У нас же еще нет сотки Но я думаю, с Филиппом сотки точно у нас никогда не будет Наш информационный партнер радиостанция «Новое радио» В эфире которого звучат только супер-хиты и супер-новинки От самых ярких и популярных исполнителей Следите за новостями нашего шоу «Ну-ка все вместе» В эфире «Новое радио» У нас был парень из Грузии, Георгий Два раза набрал 100 Дважды Что выходил, все время побеждал сразу на 100 То есть не пел ни разу меньше 100 Я Георгий Надебовидзе Мне 30 лет Я из Грузии Когда я выступал в полуфинале Все прошло как в тумане Я, знаете, я не знаю, как пел Я даже не помню Я был в песне, можно сказать И я не был на сцене А в полуфинале, когда я получил 100 баллов Мои соперники тоже получили 100 баллов И потом было голосование Жюри дал мне 65 баллов Я был, короче, конечно, доволен И я думаю, что я был лидер Вы меня просто поразили своим тембром Вообще вы грузины такие Талантливый, зараза Откуда же вы таки беретесь-то, елки-пап В первом туре я получил 100 баллов И в полуфинале тоже получил 100 баллов И, конечно, надеюсь, сегодня тоже будете 100 баллов Если я выиграю миллион Я его потрачу на мою музыкальную деятельность Я хочу записать сингл И выпустить альбом Пошла тяжелая артиллерия Вот это и идет сотка О, Бог ты мой Сейчас начнется Махаловка Ну как вот это пережить? Скажите мне, пожалуйста Опять гамарджуга Уважаемая сотня Сто бальник Я вам спою от всей души Так ты так со временем и поешь От всей души Вот, кстати, его я не хочу слушать на русском Он как будто холодный Чёрстый немного Он все равно красавчик И я думаю, что у него и песня будет красивая Нет, он очень круто поет Но он прям под такой броней Понимаешь? И вот темпор красивый Красивый тембр Бесконечно, просто глубокий Ты the simplest love I've known And the purest one alone Now you'll never be alone My baby, you are the reason I could fly Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, дорогие друзья, этот человек дважды набирал по 100 баллов И вот сегодня финал, давайте посмотрим, сколько голосов сегодня набрал Георгий Надибаидзе АПЛОДИСМЕНТЫ Как такое может быть? Дело в том, что выходит 100 балльник, то есть есть уже такие завышенные ожидания И хочется чуть-чуть артиста увидеть с другой грани Я, наверное, пойму, почему еще не встали эти эксперты многие Потому что каждый из участников здесь сейчас, кто имеет большие высокие баллы Каждый свой выход на сцену, они себя показывали с разных сторон Они экспериментировали, они показали нас себя по-разному С Георгием другая история В принципе, ты уже три, третий эфир классно поешь Но уже такое ощущение, какое-то повторение Как будто вот ты сел на своего... Я не согласен, это вообще другое Это вообще другое, видишь? Это вообще другое Я достаю, я достаю Но... Вот мне кажется, что самое главное сейчас выслушать тех, кто не встал, потому что ты поймешь мнение Георгий, несмотря на то, что я стою, я тебе, как старшая сестра, скажу такую вещь Очень часто у тебя не было контакта со стеной Артиста не было, артиста не было То есть, понимаешь, какая ситуация? Мы чувствуем, мы уже люди в первую очередь, да? Поэтому не вздумай обижаться Потому что тебя уйдет миллионы, тебя полюбят миллионы И тебя уже любят миллионы, да? Просто так бывает иногда здесь Вячеслав Макаров сам стоял на этой сцене Ты уже телеведущий, большая звезда Да Вокалист Что скажешь Георгию? Ну, как сказал Сергей Лазарев, завышенные ожидания Поэтому многие эксперты зажрались Вот и все Возможно Но я тебе могу так сказать Георгий Если закрыть глаза И слушать твое исполнение Оно, конечно, феноменально Ты проникаешь во все слуховые рецепторы И вообще во всю душу, которую можно представить Открываешь глаза Хочется глаза твои Красивые, черные Видеть взаимодействие с залом Понимаешь? Ощущение, что ты где-то вот в себе летаешь А хочется видеть тебя с собой И тогда ты будешь вообще непобедим И что самое важное и редкое сейчас Друзья, на сцене была Мужская энергия От и до Георгий, на самом деле Я понимаю всю твою реакцию Ты со многим не согласен Видно твой взгляд Устрашающий Но тем не менее Поверь, пройдет время Многие комментарии ты примешь к сведению И ты будешь вообще просто мировым артистом Потому что у тебя для этого все есть Это правда Я желаю тебе искренней удачи В твоей деятельности Арсений Бородин Ты сидишь Да, я к тебе иду Ты в красном квадрате Мне хочется, чтобы викинг нашей сотни Не сказал свое слово Добрый вечер, дамы и господа Замечательный финал И я хочу напомнить Что у нас вообще в принципе Уже случайных людей нет в финале Поэтому говорить о том Что кто-то лучше, кто-то хуже Не имеет смысла Репертуар может сыграть злую шутку Даже суперпрофессиональным артистом Таким, которым вы как раз и являетесь После песни When a man loves a woman Очень сложно сделать что-то такое Чтобы поднять 100 человек И эта песня прозвучала как колыбельная Вы замечательный вокалист Но это финал нашего шоу И это выступление не на 100 баллов Спасибо Филипп Киркоров Я думал, что ты первый станешь Я просто, вы знаете Вот, ну, действительно Сцена создана для него Он артист, который должен быть на сцене Вы вышли как-то побеждать Но, к сожалению, репертуар вас Просто в данном случае подвел Финал, это действительно Должен быть финал Должен быть фейерверк Это должна быть песня победителя Я вас поздравляю Вы в финале Вас видит вся страна уже третий раз А вы знаете, какое самое заветное желание Каждого участника на Евровидении Спеть свою песню трижды В полуфинале, в финале И как победную еще раз Я вам это желаю У вас это обязательно получится А через эти тернии надо пройти Не расстраивайтесь Ради бога, не расстраивайтесь Браво, Филипп, спасибо Ну что ж Дорогие друзья Георгий Надебаидзе, к сожалению Не набирает столько баллов Чтобы попасть в тройку лидеров И под наши общие аплодисменты Мы прощаемся с тобой Но мы не говорим тебе Прощай Мы говорим тебе До встречи С таким недовольствием Ну, это шок Бац, и ребята его ушли Представляете, как меняется Какая жизнь изменчивая Слушай, ну Но он просто вышел с короной Слишком, да Согласен Из-за этой короны Не из-за песни Прямо он так расстроен Что я теперь не знаю, как собраться Кто расстроился? Ну я, что-то он меня выбил из колеи А он был фаворит у меня Хотя он должен был в тройку войти По пине он должен был войти Да, да Но столько споров не вызывал ни один артист, друзья Не, ну вызывал, конечно Ладно, друзья, давайте продолжать Потому что мы очень много обсуждаем А у нас время не резиновое У нас еще финалисты ждут другие Ну это точно Доредосы Но Доредосы, это же мои земляки Я так жду их выступления Ну да Молдавский край очень богат талантами Ой, я хочу, чтобы они удивили И набрали 100 баллов Привет, друзья Мы группа Доредос из Молдовы В полуфинале мы были первые Вышли, успокоились, спели Подняли сотню Ура! Я до конца не понимал Что встала вся сотня Потому что на последних секундах песни Я еще видел два красных квадрата И думаю, ну, все, не буду обращать внимания Закрыл глаза себе И про себя там закончил песню Дал все эмоции Ого! Ноты И открываю глаза Получаю И вижу Вся сотня Я очень радовалась Я еще не дождалась От этих оценок На экранах Что выглядела Я уже понимала Что там стоя радость Меня вот просто Разрывает Я поворачиваюсь И говорю Женя, сотня А он так мне говорит Там была лажа Все, у меня просто Вот оборвалось все внутри Я говорю Что это за человек такой Вот просто И стою уже И уже Вот нет тех эмоций Как потом сказал Лазарев Там было все Чисто спето Без фальшивых Поправьте меня Эксперты Кто с первого сезона Мне кажется Это одно из самых Стройных Пений Ансамблевых За всю историю Мы очень бы хотели Чтобы после этого конкурса Аудитория нас не теряла Мы хотим быть всегда на виду И хотим Быть услышанными Главное не выиграть Главное хорошо выступить И быть довольным выступлением Это самое главное Филипп, садись О, это клиентура твоя Твоя клиентура, Филипп О, какие красивые Какие вы очаровательные Мне кажется, они предсказуемы Хотя очень стильные Добрый вечер, сотня Вы знаете, как нам приятно Для вас петь И за время проекта Мы успели вас полюбить И я уверена Это взаимно Лучше бы я сказал Я надеюсь Это взаимно А не уверенно Уйдет Уйдет наша грузинская семья Я думаю, уйдут Уйдет Вот точно Давай не предвидите Папашу Папку не предвидите Вот так вот Всегда волнуюсь за вас Всех Вспомним Те нервы На Евровидении Такие классные у нас группы Вообще В этом сезоне Классный финал Финал, да Я сейчас записываюсь Дима 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 И умолкается Легкий жест О многом рассказал Парафраз И зал бросает в дрожь Чьей судьбой Сегодня ты живешь То образ девы То дьяволицы Сегодня Колька Завтра ты львица Каждый день Новая роль Биба Дима Дима Виктория Ампровица Биба Дима Дима Виктория Клеопатран Миру Дима 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 Клеопатран Вива, 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 Виктория, Акродита Вива, 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 Виктория, Неопатна Вива, 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 Вива Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И, конечно же, прежде всего для тебя это не чужие люди, это коллектив, который ты возил на Евровидению. Но для меня полным сюрпризом стало сегодняшнее их появление. Они прошли в финал. Я даже об этом не знал, правда. Я последний раз их видел лет пять назад в Португалии. Все, после этого мы не встречались. А вы даже мне не сказали, что сюда поехали. Слушайте, я могу подтвердить, что Филипп не знал, потому что когда он увидел ребят впервые... Подождите, это Дореда, что ли? То есть он реально не знал. Честно, честно. Поэтому здесь абсолютно без всякого объективно. И вот как раз, если говорить, ребята, честно, я говорил о том, что песня победителя должна быть победительная песня. Вау! Вот, на мой взгляд, вот это яркий пример тому, о чем я говорил, что это песня победа, это энергетика, профессиональное звучание. Ни одной фальшивой ноты, если есть тут серьезные музыканты, я смотрю, это очень важно. Спасибо. Ну, начали мимо, правда, но потом выровнялись. Начали прям мимо. Первая дива, и вообще не туда. А это нервы, слушай, всегда нервы. Я, кстати, не слышал этого. Поэтому, ребят, спасибо вам большое, и я желаю вам победы. Все остальное в ваших руках, в судейских голосах. Голосуйте по совести, по чести. Филипп, не надо давить на сотню. Ребят, не пугайтесь, голосование тайно, если что будет. Филипп не узнает, кто как голосовал, если что. Передайте, пожалуйста, микрофон Максиму Завидии. Я очень-очень рад, что в этом конкурсе, в финале, находится команда из Молдовы. Я очень, да, люблю Молдову, свою родную страну. Доредос, Сережа, Женя, Марина. Вы настоящие таланты, вы великолепные артисты, вы уже покоряли много сцен. И сегодня этому пример. Я поздравляю, и сейчас будет очень-очень тяжелый выбор. Ну, наверное, я свой сделаю. Мы это не спрашиваем. Спасибо, Максим. Пойду спрашиваю человека, который так же, как и Доредос, бывал на Евровидении, тоже под руководством Филиппа. Он тоже участник Евровидения. Дмитрий Колдун. Дим, почему сидишь в красном квадрате? Я сижу, потому что вот Филиппу Бедросовичу ему сложно, наверное, иногда на себя со стороны посмотреть. И мне не хватило здесь вот именно вас, вашего праздника. Поэтому для меня это не был финал. Спасибо. Вот краткость, сестра таланта. А что нам скажет Никита Никитин, продюсер Нова Радио? Слушайте, ну я хочу сказать о том, что для меня это было очень энергично. Мне захотелось танцевать. Вы огромные молодцы. Это было безумно артистично. Вы классные, у вас очень интересные голоса. И, возможно, возможно, мы вас услышим на новом радио. Неожиданно для всех нас Этери, прикрывшись Лазаревым, не встала. Я не прикрывалась Лазаревым. Я скажу очень-очень кратко. Эта песня требует очень-очень таких больших сольных голосов. Особенно в самом начале. Мне хотелось, чтобы вы прозвучали очень мощно и очень объемно. Вот этого мне не хватило. Мне очень нравится, как вы поете вместе. Но вот когда у вас сольные куски, вот для меня это было не финальное выступление, к сожалению. Друзья, я от себя только добавлю в конце, резюмирую чуть-чуть. Мне показалось, что в первой части, и вообще Марина была очень испугана. Эти испуганные глаза всю дорогу, в этой песне все равно, ну, вот, они предполагают все равно другого посыла. Пацаны еще как-то пытались улыбаться, а ты прям была очень серьезная, как будто, ну, прям, не знаю, что-то страшное происходит. Поэтому... И все равно, я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без своей любви, Марина, этот мир не для меня. Так, спасибо. Спасибо. Спасибо огромное вам. И посмотрим, чем закончится это голосование. Ну что ж, друзья. Не знаю, как голосовать, да? Да. Прошу всех встать, у нас снова ничья. Никто ни на кого не влияет. Вы знаете, что мы в этом случае делаем? Мы должны сейчас определить, какой из этих коллективов останется в тройке лидеров, а какой покинет наш проект. Так получается, потому что идет борьба за третье место в тройке лидеров. Для начала давайте вспомним выступление наших участников. Как выступала семья Боджгуа? Давайте посмотрим выступление группы Доредос. Дорогие эксперты, мы начинаем наше тайное голосование. Я напоминаю вам, что отдать свой голос вы можете только за один коллектив. Голосовать за оба нельзя. Воздерживаться тоже нельзя. Итак, я открываю голосование за семью Боджгуа. Сейчас нажимает на кнопки все те, которые хотят отдать свои голоса за коллектив из Грузии. Голосование завершено. Результаты зафиксированы. А сейчас мы начинаем голосование за Триудо Редос. Нажимайте на кнопки все те, кто хочет отдать голоса за этот коллектив. Итак, голосование завершено. Только что, дорогие эксперты, вы определили, какой коллектив останется на третьем месте в тройке лидеров. А кто покинет финал четвертого сезона? Вы готовы видеть результаты? Да. Покажите результаты на экраны. Ну что ж, семья Боджгуа продолжит борьбу за победу в финале четвертого сезона. Ну-ка все вместе. И мы прощаемся с прекрасным коллективом Доредо. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Спасибо. Простите, Лип, я сделал все, что мог. Это лишний раз показывает, что конкурс ваш объективен. И даже присутствие меня лично здесь, и наше общение со многими коллегами, это не дало возможности, так скажем, использовать мой ресурс, да, для того, чтобы группа прошла в финал за счет лобби и протеже Филиппа Киркорова. Поэтому это прекрасный проект. Браво, Филипп. Это прекрасный проект. Листья раз доказывает абсолютную честность и объективность победителя и тех, кто находится в тройке. С чем я, создатели этого проекта и продюсеров, поздравляю, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Филипп. Кто-то из участников уже лишился права продолжать борьбу за первое место. Но это еще не приблизило нас к ответу на главный вопрос. Кто станет чемпионом сезона? Вы смотрите самое непредсказуемое вокальное шоу «Ну-ка, всем вместе». Я просто хочу, я хочу плакать, честно. Ну, я тебя понимаю, потому что на самом деле... Я не знаю, как ребят поддержать в этой ситуации земляков. Я считаю, что это, к сожалению, несправедливо. Как я рада. И я рада. Я вот сейчас реально сижу, и я счастлив. Так круто это все, это так классно, это так по-настоящему. Просто как русская рулетка получается. Ты знаешь, я так переживаю за тех, кто выйдет сейчас, чтобы они не повели нас. Но сейчас будет либо 99, либо 100. Вот увидите. И снова здравствуйте. Меня зовут Бахшалиева Алина, мне 17 лет, я из Саратова. На полуфинале я получила 88 баллов. Ну, я скажу честно, что я была недовольна. Причем недовольна была, наверное, именно собой, потому что знала, что я могла лучше. Я думаю, что на полуфинале мне не хватило внимательности, что ли, потому что для меня было большое удивление, когда после моего выступления в жюри мне стали говорить, что меня не было слышно вначале, что низкая тональность, а я вообще этого не знала. Мне казалось, что я пою хорошо. Это для меня был такой шок легкий. Сегодняшнее выступление будет для меня сложным, потому что, во-первых, я исполняю русскую песню, а русские песни всегда сложнее петь. Я постараюсь учесть свои ошибки, постараюсь делать так, чтобы все-таки в начале песни меня было слышно, чтобы не было такого, как в прошлый раз. Постараюсь, самое главное, донести смысл песни, потому что он там очень такой глубокий. Постараюсь растрогать членов жюри. Ой, она тоже так хорошая. Она же очень молодая. Ничего себе, 17 лет. Как принцесса, да? Просто как принцесса. Здравствуйте. Меня зовут Бахшалиева Алина. Я хочу сказать, что финал для меня – это грандиозное событие, и поэтому сегодня я буду исполнять особенную песню. Какое хорошее, красивое декольте у нее. Фигура невероятная. Смотри, какая она нежная, она вообще мелкая. Красивая, необыкновенная девочка, да? Горели листья в праздничном огне. Ой, как это плохо. Подожди. Ты в первый раз в любви признался мне И называл меня своей принцессой. А мне казалось, не настал мой час. Что ты делаешь? Я отвечала весело смеясь, Что ты герой не моего романа. Я отвечала весело смеясь, Что ты герой не моего романа. А завтрашнем не размышляла о дне. Любовь не берегла и не жалела, И не заметила в прозрачном сне, Как ты нашел другую королеву. Сама свою любовь не сберегла. Смеюсь при встрече, А на сердце рано. Я слишком поздно поняла, Что без тебя нет моего романа. Я слишком поздно поняла, Что без тебя нет моего романа. Я слишком поздно поняла, Алина Бахшалиева. 59 баллов. Эту песню хочу напомнить, действительно исполняла Царство Небесное Юлия Началова. Сыгдяна, почему вы не встали? Вы прекрасны, и у вас действительно чудесный голос. Я помню ваше выступление. Но сегодня мне показалось, что немножечко песня была выбрана. Знаете как? Это рискованная песня, правда. Вы прям рискнули. Она эмоционально трудная, она вокально трудная. И каждая нотка прям должна попадать в сердце, понимаете? Здесь получилось, что немножечко вы так как напевали. Здесь мне показалось немножечко непопадание туда, куда хотелось бы. Спасибо, Сыгдяна. А вот Яна Клявиня, победительница нашего второго сезона. Добрый вечер, сотни. Я очень рада быть сегодня здесь. Да, сложная песня. Ну, Алиночка, но я скажу, что ты бриллиант. Я стою, я поддержала тебя. Ты бриллиант сегодняшнего финала. Ты невероятная красавица. Ты невероятно талантливая. И спасибо тебе огромное за эту чувственность. Мы с Ирой прослезились. До нас ты достучалась. Спасибо тебе огромное. Очень приятно. Спасибо. Благодарю. Ну что ж, король сидит на красном троне, бедро встречи не встал. Добрый вечер. Здравствуйте. Сколько вам лет, извините? 16. Нет, 17. 17? Нет, да вы что? Господи, ребенок. Красивый. Моей дочери будет через 5 лет 17. Понимаете? Филипп, мы ее ждем, на ну-ка все вместе. Ой, не дай бог, она, слава богу, не лезет в артистки. Отлегло. Не надо никого продюсировать. Но у вас есть все данные для того, чтобы стать хорошей артисткой. Подумайте об этом. Спасибо. Можно Любовь Успенской передать? А где она? Ну, меня... Почему я встал, объясню, потому что меня именно задел ее субтон. Ты пела, я слышала девочку, которая еще неопытная, в любви, но она уже любит. И она не знает, как это, что это, что ее ждет. Ты пела, как неопытная девушка влюбленная. И меня это очень даже... Она не полюбила еще, я уверена. Но я как раз... Может быть, ее полюбили 100%, потому что она красавица невероятная. Ну, а я почувствовала, что... Она ждет принца. Кого у тебя? Ну, я король. Я принца ждет. Вот у нас есть свободный Лазарев. Ваканг. Прости, дедочек. В общем-то, мы не будем сравнивать... Мы не будем сравнивать вокал нашей Юлечки Началовой. Мы не будем сравнивать... Это была другая подача. И я тебе желаю успехов. Алиночка, а я хочу сказать, что мне кажется, что эта песня тебе очень подходит. Потому что Юля Началова пела эту песню, когда ей тоже было очень мало лет. Она совсем молоденькая. Она, собственно, и поет о такой вот любви. Первой какой-то, юной. И когда еще не понимаешь, что в тебе бурлит, как это все аукнется. Поэтому я как раз считаю, что песня тебе очень подошла. Ты начала действительно очень трогательно. Твой субтон я слушал, наслаждался. Мне кажется, тебе удалось это. Тебе удалось переключить нас на другое настроение. И это здорово. Спасибо тебе. Ты невероятно талантлива. И в твои 17 лет тебе аплодируют... Это на самом деле твое гран-при. Это твое гран-при, безусловно. И браво. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, дорогая Алиночка, тебе не хватило всего лишь 27 голосов, чтобы попасть в тройку лидеров. Но тем не менее, ты блестяще выступила в финале. Ну-ка все вместе. Эти аплодисменты тебе. До новых встреч. Спасибо. Шесть участников выступили. Напряжение возрастает и на стене, и на сцене. Ведь на кону не только огромный денежный приз, но и победа на самом грандиозном вокальном шоу страны. Ну-ка все вместе встречаем седьмого участника. Эта девочка совсем не готова. И я даже думаю, что при определенных обстоятельствах она бы даже в финал не попала. Это для нее большой успех и счастье. Просто птица счастья. Но она очень зрелый демонстрировала репертуар. Ну, во всяком случае, вот та, которая сидит у нас, Варвара, она оправдывает, она оправдывает ожидания. Какая Варвара? Самая первая? Ничего она не оправдывает. Вылетит все равно. Сейчас выйдет человек, который сотню поднимет, это точно. Сколько народу прошло уже, скажите? Шесть. Еще три. Вот сейчас будет вообще возня жесткая. Здравствуйте, меня зовут Алексей Осичев, мне 21 год. Я приехал из Приднестровья, из Молдавии. Две минуты месяц, мне все равно. Я, конечно, не добрал нужное количество баллов для того, чтобы пройти в финал. После всех выступлений мы ждали за кулисами, мы не знали, кто будет батлиться. Ты когда-нибудь меня простишь? Есть ощущение какой-то четвертой стены, которая между тобой и зрителем. Я никак не могу пробиться к тебе, как к артисту. Когда я понял, что я вышел все-таки в финал, мысли были просто все в голове, все в голове перемешалось абсолютно. Все мне говорили, ты везунчик, конечно, но я очень счастлив, на самом деле. Это финал, во-первых, и нужно показать себя достойно, максимально, лучше, чем в прошлом, и в прошлые выступления, и не нужно себе позволять сильно волноваться. Меня отличает от других участников, я так думаю, что душа, хотя душа у всех остальных есть, но у меня просто душа в голосе, я считаю, и я попытаюсь в моей песне раскрыть ее на всю, наверное. Молодец! Яшенька, 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 это кто такой? Хорошенький такой, посмотри на него. Ух ты ж, боженьки мои. Шимакова пел он. Здравствуйте, меня зовут Алексей Осичев. Вы знаете, мне кажется, что в полуфинале мне что-то не давало упасть, что-то держало, мне кажется, это был боженька, наверное, вселенная, но, конечно же, вы. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие зрители. Спасибо. Сотня. Спасибо вам. Ему все говорили, что он похож, да похож, да похож, ну а что, Чумаков уйдет, ему нужна смена, вот, пожалуйста. Но, ребятки, вы запомните мои слова, если он будет петь, как Чумаков, и не уберет эту манеру, я никогда не встану. обожаю песню. Обожаю песню. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Люди, вставайте! Дима Торзок Дима Торзок Спасибо! Дима Торзок Лёша, мы тебя видели, твоё выступление три раза Да больше, по-моему В баттлах участвовал много раз Мы много раз в выступлении Четыре, четыре Мы видели четыре Вот что значит слушать то, что говорит Собья? Да, вот Абсолютно Вот что значит не идти на конфронтацию, а действительно покопаться в себе подумать, поискать себя. Ты просто сейчас это другой человек. Сейчас это ты. Наконец-то ты. Никто-то другой. И нет никакого Чумакова. И другой взгляд. И феноменальный тембр, феноменальное владение голоса. Невероятное. Просто до дрожжему. Вот это мое личное мнение. Я стоял в стороне и слушал. Мой голос не имеет значения, но я просто тебе хочу сказать как артисту. Спасибо большое. Спасибо. Одна из первых поднялась Алина Яровая. Она сегодня в таком роскошном платье, как будто она только что приехала с концерта в Большом театре или с филармонии. Просто, Алиночка, ты роскошна. Благодарю. Спасибо большое. Это, кстати, русского дизайнера чудесного. Поверьте, русские дизайнеры так сейчас шьют, что мы еще будем весь мир снабжать. Леш, конечно, я соглашусь с Колей о том, что ты сделал максимум, что ты мог бы сделать со своим голосом. Но, конечно, я учитываю то, что у тебя есть чудесный советник, у тебя есть великолепный брат-певец, который тоже участвовал в нашем конкурсе в прошлых годах. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты большая умница. Спасибо. Ты сегодня выступил великолепно. И все, мне кажется, настолько было тонко, прочувствовано. Голос звучит по всему диапазону великолепно. Были и форте ноты, и красивые пьяно, которые ты брал на фальцете, и раздувал их на форте. Это очень сложно. Это очень сложно. Это владение дыханием. Это владение дыханием, владением голоса. Мы видим сейчас перед собой вокалиста, который знает свой голос. Это большая редкость. Спасибо, Алиночка. А вот у нас преподаватель математики, композитор. На него сегодня атака произошла от Филиппа Киркорова. Он заставлял подниматься. Заставлял, но я бы и так поднялся, конечно же, потому что сказать то, что вы владеете голосом, ну, конечно, это факт. Как вы установили, наконец, сегодня с нами контакт, это тоже настолько классно. Вы улыбались. Я даже забыл, что на третьем месте в опасной зоне сидела моя любимая грузинская семья Бочгуа. И мне жалко сейчас с ними прощаться, но вы, Леша, сделали действительно максимум. И, в общем, завоевали девяносто одно сердце. Спасибо, Алина, спасибо. Можно передать нашему финиатуру? Вот он сидит. Он так красиво оделся, Лев Борисович, но как-то не заметил он прогресс нашего артиста. Лев Борисович, а что произошло? Нет, прогресс заметен. Я вас поздравляю с прекрасным выступлением. Действительно. Ну вот я, например, каждый раз вас поддерживал на отборочных турах, на полуфинале. Да, когда он пел хуже, вы вставали. Нет. Он не пел хуже, он хорошо пел всегда. Мне показалось, что сегодня я услышал очень много грязи, интонационной, фальши, на высоких нотах, на уходе на фальцет и так далее. Вот, я не одинок в этом своем мнении. Вот. В остальном у меня никаких претензий к вам не было. То ли вы приболели, то ли вы подустали, то ли испугались, не знаю. То ли произведение немножко для вас сыровато. Лев Борисович, может быть, это ай-на-ны убрать? Но интонационно это было все нечисто. Куда дальше? А дальше мне. Спасибо. А, пожалуйста. Дорогие друзья, один из наших экспертов встал на первой секунде, как только Алексей запел. И это был, не поверите кто, Филипп Киркоров. Проще всего всегда говорить правду. Алексей, подытожим просто сказанное все одно. Важно. Слушать, но делать по-своему. Передо мной артист, который умеет работать над собой. Я в глазах вижу мысль, я в глазах вижу судьбу. А судьба у тебя будет очень красивой, с чем я тебя и поздравляю. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Это было выступление Филиппа Гадалки. А теперь хотелось бы дать слово лидеру сотни. Он-то наблюдал у тебя все твои выступления. Да, Алексей. Ну, я был скептически настроен, честно говоря. Скажу тебе откровенно. Перед сегодняшним финалом я подумал, что ну, если он опять будет в ту же дуду, как говорится, люблю я здесь говорить. Потому что если он будет опять кого-то копировать, я не встану. А ты оказался темной лошадкой. Понимаешь? Вот, ну, в принципе, ну, я не ставил каких-то больших ставок, честно могу тебе сказать откровенно. У меня были какие-то другие в голове мысли относительно, там, фаворитов. Но ты берешь и из раза в раз, из программы в программу, ты доказываешь. Ты доказываешь, ты меняешь всю расстановку мест, и удача тебя благоволит. Это сто процентов. Одно но. Одно. Пожалуйста, будь аккуратен с текстом, с английским языком, если ты поешь на английском. Потому что половина слов вообще была не про то, про что нужно. У тебя было классное свое прочтение. Он прав. Но все-таки давай с уважением относиться к тексту. А если забываешь, то осталось. Это сейчас ты кого-то копируешь? Это я его учу. Мы провожаем Алексея Осичева в тройку лидеров. И прощаемся с Ильей Бочгуа. Браво! Спасибо, что были с нами на протяжении всего проекта. И украсили его своим присутствием. В течение сезона мы не раз видели всю сотню на ногах. Но сегодня поднять всех экспертов еще не удалось никому. Однако я чувствую, чувствую, что это вот-вот должно произойти. Ведь мы на финале самого масштабного вокального проекта. Ну-ка все вместе давайте посмотрим, что же нас ждет дальше. Голосистый такой парень. Он перспективный. Нет, он знает, что он красивый, он знает, что он талантливый, но у него нет внутри какого-то, вот, знаешь, сильно самолюбования, мне кажется. Ну а бояшка? Мне нравится это. Нравится, да? Нравится, да. А еще двое. Двое могут спокойно выйти и спокойно сместить все, все изменить. Когда тройка определится, у них все баллы обнулятся, и они еще раз по одной песне будут петь. Новый? Да. А, вот интересно. Вот это все и решит. Все хотят победить, но на данный момент шансы остались только у пятерых участников. Давайте посмотрим, переломится ли ситуация, кто-то ворвется в тройку лидеров или все останется на прежних местах. Всем привет, меня зовут Милана, мне 31, и я из города Сочи. На полуфинал была выбрана не самая знаменитая песня, но это был риск, это был эксперимент, когда ты не просто выходишь со знаменитой песни и все встают, потому что знают ее слова, а все встали, потому что им очень понравилось исполнение, и оно было на уровне. Это было здорово. Выступление в полуфинале получилось очень шикарным, несмотря на то, что это было 99 из 100. Я все равно очень рада своему результату. Мне так понравилось удивлять экспертов в течение всего конкурса. Сегодня, наверное, я удивлю их тем, что я спою на русском языке. Я думаю, они очень этого ждут. Спасибо стилистам проекта, визажистам, которые поддерживают все целые мои идеи. Мне очень радостно от того, что я выхожу на сцену каждый раз в новом плуа, новым персонажем, но при этом я могу оставаться с собой. Спасибо за эту возможность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот она, Милана! Вот! Она может сделать, я вот в нее верю. Она сегодня совершенно другая. Милана – мастер перевоплощения. Добрый вечер, уважаемые эксперты. Добрый вечер, зрители. Меня зовут Милана. И мне так понравилось вас удивлять. Позвольте мне сделать это сегодня снова. Сегодня я открою вам еще одну из своих экранов. Отлично. Мы это любим. Очень ждал эту вокалистку. Правда, реально. Для меня сейчас это очень волнительно и большая интрига. Что же она будет петь и как отреагирует на нее сотня? Потому что она до этого была блистательна. Ну, я ее вообще не узнал, реально. Я тоже не узнала. Значит, русская споет. Я думаю, что да. Русская. Я на нее ставлю все ставки. Нет, мне кажется, она не порвет сейчас. Ну, посмотри, прям юная Пугачева. Судьба, прошу, не пожалей. Не пожалей добра. Терпима будь, а значит, будь добра. Храни меня и под своей рукой Дай счастье мне, Дай счастье мне, Значит, дай покоя. Дай счастье мне, Дай счастье мне, Той женщине, Которая поет. Пусть будет мой Остаток путь Недальний, Нестолько долгий, Сколько беспечальный Ты сбереги Тепло, огня и крова, Любовь мою До часа Ракового К тому, К тому, К тому, К тому, К тому, Кто, к сожалению, Не поет. Дай знак мне, Где друзья, Где враги, И от морщин Меня убереги. Береги, не дай трясетиться любимым делом, Не дай оттяжелеть душой и телом. Мне, мне, той женщине, которая поет. Не приведи судьба на склоне дней, Мне пережить родных своих детей. И если бед не сбежать на свете, Пошли их мне, мне, не детям, мне. Мне. Той женщине, которая... Храни меня и под своей рукою, Дай счастье мне, значит, дай покоя. Дай счастье мне, дай счастье мне, Той женщине, которая поет. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, Сколько голосов набрала Милана Рахманова. Вот так! Всего лишь один голос! Ну, я в шоке, потому что вот вам русская песня. Песня на русском языке. От мощнейшей вокалистки, которая каждый раз нас удивляла. Эмоциональная, да. Артистически сделана, да. Голос показала, да. Выглядит шикарно. Что еще нужно? Да, сложно петь песни Аллы Пугачевой, Но это тот случай, на мой взгляд, Когда это получилось, Когда это сделано было здорово, С уважением к великой певице, С уважением. И при этом где-то процитировала, Где-то чуть-чуть дала себя. Она была всегда разной. Ребята, я не понимаю вас, правда, серьезно. Ну просто не понимаю. Милана, я считаю, что... Ну, для меня это вот еще один победитель, Который был в моей голове. И что, сказать, что она что-то сделала не так? Объясните мне тупому человеку. А это объяснит тебе певица, автор песен. Сейчас спросим у нее, что не хватило? Я хочу сказать, что вы прекрасны. И на самом деле это было очень сильное выступление. Нет, нет, на самом деле я понимаю, Почему я не встала. Я не встала, потому что мне показалось, Что ваше расщепление на верхах, Оно как-то... Оно меня сбило. Ваша манера... Ваша манера... Как вы берете верхние ноты? Это ее фишка. Природная история. Я все понимаю. Да, не дошло. Не понравилось. Бывает и такое. Сэм, почему ты сидишь? Я объясню. Я... Для меня вы реально тоже победительница. Но для меня это было уже перья. Все равно это было немножко громковато. И я из-за этого не встал. Я был вот прям чуть-чуть встать, не встать. Какой громковат, Сэм. Вот я так это воспринял. Как несправедливо. Поэтому, извините, пожалуйста, Но, к сожалению, я не встал. Степан Марсель. Степан. Ты аплодировал стоя. Я сегодня так много хотел высказаться, на самом деле, Милана. Но это такой редкий, мне кажется, фрукт. Редкий такой артист, который... Кто согласен со мной? Дайте шума. Серега, на самом деле, во всем прав сегодня. Он говорил о том, что она менялась каждый выпуск. Каждый выпуск. Вы сами ее, правда, не узнавали. Но это не главный ее талант. Ее главный талант – это разговаривать с нами. Разговаривать с нами песнями. Никто из участников этого сезона, кроме нее, так делать не умеет. И эту песню Аллы Пугачевой петь шепотом, без надрыва, бессмысленно. Там такие слова, там такие эмоции. Так, как она делала сегодня и как она делала каждый выпуск, никто из участников всех сезонов не делал. Ты такая одна, и это факт. Спасибо. Камертон нашей стены. Ольга Косибарут. Олечка, вы сегодня, боже мой, такая роскошная эта норка. Это для вас, Коля. Ой. Знаете, можно я вспомню одну маленькую штучку? В училище зашла в класс по ЧХП. У нас был замечательный педагог Бахтиаров, Надежда Арсеньевна. Никогда не забуду. А сидела Алла, играла по ЧХП партии. И она сказала, вот смотри, из вас всех она одна такая. Вы все никто, она все. Я тогда ничего не понимала. Зашла, но я, правда, ее в одной школе учились, я поэтому знала. Понимаете, она одна такая. А вы, может, ничего не понимаете, я ж не знаю. Во всяком случае, вы сейчас были, вы сейчас были такие, такая, что встали 92. Ну что ж, Филипп, я боюсь тебя спрашивать, но я обязан. Только если при условии, что никто перебивать не будет, если хоть один раз прервете, встану и уйду. Начну с хорошего. Спасибо, что вы есть такая необычная, такая разная. Я видел ваше выступление в других программах, это действительно было очень круто. Сегодня это было плохо. Есть произведение, которое нельзя портить. Вы его испортили. Вы его испортили манерой. Хрипом. Расщеплением связок. Вы не понимали, о чем вы поете. Вы не женщина, которая поет. Вы певица, которая поет. Очень красивым голосом. Но вы не актриса, которая поет. Выбрать сегодняшние песни – большая ошибка. Трогать вообще материал Аллы Пугачевой – это изначально большой риск. И ошибка на этом можно сделать только большой мастер. Вы на пути к мастерству. Поэтому я не встал. Спасибо, извините. Если что-то я сделал, сказал не так. Спасибо. Ну, я думаю, несколько хороших слов Сергей должен добавить в конце. Милана, я в принципе сказал, у меня была пламенная речь вначале. Я действительно не понимаю. Я не согласен с Филиппом. И не стесняюсь этого. Я говорю это открыто. Я считаю, что вы понимали, о чем вы поете. Я считаю, что вы абсолютно отлично спели по-своему. Мы так часто говорим о том, что нужно все равно в великие произведения добавлять что-то своего, а не делать копирку. У вас это получилось. Это раз. Во-вторых, мы все перепеваем Селин Дион, Марайю Керри. Как-то не стесняемся. Они тоже великие певицы. А почему-то к творчеству Ивана Борисовна Пугачева мы боимся прикоснуться, потому что это великое. Наоборот, если прикасаться к великому, это станет великим на долгие времена. Это не было испорчено, Филипп. Давай по чесноку. Это не было испорчено. Это твой личный субъективный взгляд. Я об этом сразу сказал. Это мой личный взгляд. А вот мой личный субъективный взгляд, что это не было испорчено. Поэтому, Милана, я не знаю, как выступит следующий участник и увидимся ли мы с вами в баттлах. Но я просто хочу вам сказать, что вы очень хороший, профессиональный артист. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж. Милана Рахманова проходит тройку лидеров. А мы прощаемся с Алексеем Осичевым. Леша, спасибо большое. Всего на один голос тебя обошла, Милана. Спасибо. Борис Крестович. И вот она, женская тройка. Все вокалисты тройки лидеров имеют очень высокие результаты. Теперь на их позиции может повлиять только один участник. Давайте спросим у наших фаворитов, готовы ли они уступить свои места и расстаться с мечтой. Итак, Симона. Я хочу сказать одно, что я сегодня просто кайфую от этого вечера. Он просто невероятный. Все суперталантливые. Я на концерте просто нахожусь сейчас. На концерте. Это очень круто. И я даже не думаю о том, что выгрызать сейчас победу или еще что-то. Мне просто приятно с ними находиться рядом. Ну у вас тройка сильная, конечно. Спасибо. Варварочка. Ну, ты приготовила следующую песню, наверное, надеюсь, не джазовую? Почему надеешься? Не джазовую, нет. Нет, не пугайтесь. Я готова, конечно. Я продолжаю удивлять. Ты продолжаешь удивлять. Ну что ж. Милана, если сейчас выйдет участник из проекта на 93, ты сильно расстроишься? Нет, я счастлива быть в финале. Спасибо вам за то, что вы признали мой талант. Спасибо, что разглядели его. Поэтому мне очень радостно. Мне очень радостно. Я тут с девчонками немножко посплетничаю. Каждый из фаворитов уверенно идет к своей цели. А на сцену идет участник. Цель которого – поднять на ноги всю сотню экспертов. Встречаем последнего финалиста четвертого сезона. Дмитрий Венгеров. Он прям должен взять сотку, поднять всех, заставить вас всех плакать. Лялю, Валю и Виталю. И смеяться тоже. Мне хочется, чтобы он был немножко скромнее, чем в предыдущие разы. Как-то, даже не то, что скромнее, а как-то поделикатнее, поинтеллигентнее. Это интересный, конечно, образ такой, типа, ну, я такой вот, рокер и все такое. Но сейчас, может быть, кому-то это больше и нравится. Подожди, если он сейчас выбьет кого-то, значит, кто-то уйдет. Милана уйдет, да. Милана уйдет? Да. Так и не подстроишь, чтобы он тоже набрал 32. Не подстроишь, нет. Ну, это было бы очень интересно. Всем привет, меня зовут Дмитрий Венгеров, мне 34 года, я из города Героя Волгоград. И я финалист проекта «Ну-ка все вместе». Полуфинал для меня прошел очень удачно. Я был первый по списку. Я очень много переживал. Я пел на французском, а это не родной мой язык. Очень много я крутил у себя в голове текст, и я вот погрузился в это состояние и вынырнул на последнем припеве. Вот просто когда я понял, что все, все, вроде все, я рассказал все, что хотел, все, остался один припев. И я поднимаю глаза, а там уже вся желтая стена, кроме одного дядьки из хора турецкого. 99 человек поднялось, а он один сидит. И я просто на него смотрю, показываю на него пальцем, и начинаю ему петь просто прям в последний припев. Он поднялся на последней ноте, и это было очень круто. Ну, так, эмоционально, мне было очень приятно. Быть финалистом проекта «Ну-ка, все вместе» — это большая ответственность. Когда к тебе после очередного этапа подходят все, ну, чтобы ты в следующем разорвал, ух, разорвал. Ну, то есть надо вот выходить и рвать. Вот он, вот он, тестостерон на сцене. Добрый вечер, уважаемая сотня. Меня зовут Дмитрий Венгеров. Мы там с коллегами придумали шутку за кулисами, что Симона вышла, сказала, что она здесь, чтобы открыть этот вечер, а я — чтобы закрыть то, что открыла Симона. Но не будем шутить, лучше спою. Немножечко рока добавим в сегодняшний вечер. Давай уже, давай. Ну, они все, все втроем классные. И он четвертый классный. Да, и он четвертый классный. Энергетически он мне не нравится. Ну, да, да. Очень много себя. Понтов, да. Понтов. Да-да-да, понты-понты. Давай, Дима, мочи. Давай-давай, мочи. Давай, дело-дела. Радуй нас. Только не лезь наверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набрал Дмитрий Венгеров. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Еще один претендент на победу вылетел в трубу. Блин, ну что ж такое, ребят? Вы что, глухие, слепые, отмороженные? И что, а? Парень победитель просто проект вообще. С таким голосом потрясающе. Слушай, ничего, сильнее будешь Пройдешь и это, и дальше пойдешь И будешь очень большой звездой, я тебе говорю А у вас будет на совести Тех, кто в красных квадратах Что вы его завалили здесь Филипп, а ты спросил у Любови Суспенской Я не хочу у нее спрашивать У нас все честно, каждый голосует по воле Дайте микрофон, Любим Дело в том, что Ну, это, конечно, голоси Для меня это рев Это твое мнение Это мое мнение Арсений Бородин в красном квадрате Ну, ты-то в роке разбираешься Господи ты, боже мой Ребят, понимаете, в чем дело Рок, это не значит кричать Я все прям ждал, думаю Ну, хотя бы чисто На чистом голосе Хотя бы какой-нибудь верхний глист Там, что-нибудь, где-нибудь Ну, вот выдай, пожалуйста Ну, все на перегрузе на таком И это действительно очень тяжело слушать Чистого голоса мне не хватило Мне не хватило смыкания Понимаешь, Дима, о чем я говорю? Ну, без обид, честно Вот этот репертуар, он очень коварный Майкл Джексон, Куин Вот это все Это очень, очень все такое Тонкий лед такой Я сейчас говорю как вокалист Просто отчужденно Вот представим, что мы с тобой не знакомы Я такой занудный вокалист Здесь сижу, говорю, что Мне не понравилось, потому что Мне не хватило чистого голоса Спасибо Я хочу спросить Славу Макарова Если разбирать профессиональные качества Ты потрясающий артист Голос, диапазон, энергия Все это есть Но сегодня что-то Мне показалось, что было много всего И почему-то я как-то не знаю Не то чтобы испугался А как-то я бы закрыться захотел Я просто не понял, что произошло Вот именно вот со мной в этот момент Очень спорные какие-то были эмоции Лично для меня вот в этом выступлении Вот не сработало Ты прости, пожалуйста Я знаю, что ты можешь по-другому То, что-то случится до меня Мы тут все разные Спасибо, Слав Я хочу, Яночка, дать слово тебе Тебе Потому что ты тоже поешь и квинт Ты поешь и рок И ты знаешь, что это такое Ну это я рискнула, да Знаешь, я тебе скажу одно Что у тебя все и так будет прекрасно Ты настолько харизматичный человек Я сейчас процитирую Нашего психолога Которая сказала, что мужчины Очень испугались твоей энергетики мужской Вот Ну мы на самом деле сотня, дорогая Мы сегодня вот теряем уже Второго победителя телепроекта Ну-ка все вместе, четвертый сезон Яночка, а можно передать микрофон Лили Месхе? Лилечка Здравствуйте, друзья Ну на самом деле Меня переполняют сейчас эмоции Потому что когда говорят, что в роке Было перья Друзья В роке не бывает перей Никогда Это рок А то, что он вышел И как победитель Это однозначно И он нас рвал Я не знаю Но ты Очень крутой Спасибо тебе Спасибо, Лилечка Сергей Лазарев Митя Ну на мой взгляд Несмотря на то, что я стою Мне показалось, что ситуация такая же, как и с Георгием произошла Вы вышли уже, как будто вы победили И это очень чувствуется эмоционально Вот очень сложно вам это объяснить Но как только ты выходишь с ощущением, что я вас уже всех сделал Все Ты закрываешься, как зритель Что-то начинает мешать Очень было много неаккуратных нот Что в твоем случае было странно Потому что ты до этого выступал абсолютно точно и филигранно Сейчас ты так много бросал Что я понимаю, про какие непопадания нот говорят ребята Это действительно было чуть-чуть грязновато Да, это был крутой концертный номер Вот концерт Супер То есть ты абсолютно, сцена это твое И вообще, прекращай уже с проектами Пора уже без проектов и без конкурсов просто выступать Поверь мне, ты уже такой опытный Заканчивай с этим делом Рано или поздно из конкурсов нужно уходить В твоем случае тебе уже это не нужно Поверь мне Спасибо Скачивайте мои песни Митя, браво, спасибо огромное за участие в нашем проекте Молодец С результатом 80 голосов Дмитрий Венгеров покидает финал четвертого сезона Ну-ка все вместе Но мы провожаем его аплодисментами Слили всех пацанов Я бы слушал их бесконечно Настолько хороши все финалисты четвертого сезона Сейчас в лидерах три исполнителя И кто-то из них очень скоро станет победителем четвертого сезона Ну-ка все вместе Ребята, вам остался последний Но самый важный рыбок Удачи всем Я расстроился Все расстроились Вообще расстроились абсолютно все Ну хорошо, трое у нас девчонок осталось Ну кто? Ну кто? Ну либо вторая, либо третья Вот сейчас сидит Либо Милана, либо Симона выиграют проект Сейчас старее всего Милана будет первая Либо Симона Интрига года Интрига года, да Ну вот кто выиграет, того и будем любить Всей стеной Пришло время решающей вокальной дуэли всего сезона Лидеры споют свои финальные песни И победит тот, кто наберет больших экспертных голосов Но результаты мы знаем только после всех трех выступлений Они долго шли к этому моменту И вот он настал Битва титанов за мечту Среди самых лучших У них больше нет права на ошибку И есть одна цель Победить Результаты обнуляются Это значит, что мы можем начинать дуэли И первую на эту сцену я приглашаю Милану Рахманову Ой, вообще сейчас будет прям бойня-бойня Мне кажется, я просто даже стану Признавая ее талант Миланочка Вы и так уже победитель Но она, видишь, третья, поэтому она первая поет Знаете, что самое главное? Чтобы никто не придерживал голоса Вот если что, вдруг Давай-давай-давай-давай-давай-давай, солнышко Давай-давай-давай-давай-давай Другой дороги Это взлет, нападение Чем выше, тем трудней дышать Но это легче, чем терять Биллионных лиц, искать твое отражение Я падаю в небо, да я убегаю Покуда не поздно, пока открыта дверь Я падаю в небо, здесь все очень просто И все ваши тайны мне не нужны тебе И скрыла мне давно понять, что невозможно не летать Для тех, кому вся жизнь один рывок на спасение Я сердцем измеряю путь И стоит руку протянуть И как в цветах передо мной раскроется вечность Давай! Я падаю в небо, даю на дуру Красиво было, да, сейчас? Да, да, да Покуда не поздно, пока открыта дверь Я падаю в небо, здесь все очень просто И все ваши тайны мне не нужны Я падаю в небо, да я убегаю Покуда не поздно, пока открыта дверь Я падаю в небо, здесь все очень просто И все ваши тайны мне не нужны тебе Спасибо! Милана Рахманова! Браво! С прекрасной песней Ольги Кормухиной! Браво! Это было очень мощно! Спасибо! Спасибо! Она среди них Самая лучшая, самая лучшая Согласна, согласна Ну что ж, следующий на эту сцену выходит Симона Куприна Симоночка, здравствуйте Ну что ж, желаю тебе удачи Давай взорви их Ну что, как думаешь, Симона сейчас поднимет всех при всех? Думаю, да Да? Думаю, да Симона Не сбивайте, не забивайте Симона Куприна Симона Куприна Симон Куприна Магуляции, что ли? Давай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для людей, экспертов, чтобы встать Ты бомба Ну а сейчас я приглашаю Варвару Убель По традиции, желаю удачи Я больше всего болею за Варю А вы для кого? Я даже боюсь говорить, потому что как только мы начинаем на кого-то ставку ставить У них ничего не получается Представляешь, последний выступает вообще-то Бедная, но ничего Давай, Новосибирск Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это было легендарно, не побоюсь этого слова Ну что ж, ребята, я вам очень завидую Потому что вы не видели, как окрашивалась стена Вы не знаете результатов Ох, как я вам завидую Сейчас начнется самое интересное Тройка финалистов выступила И сейчас мы узнаем Наименьший результат То есть бронзового призера Нашего четвертого сезона С результатом 91 голос Третье место Заняла Милана Рахманова А сейчас для оглашения имени победителя сезона Я приглашаю на сцену Двух оставшихся финалисток А также прошу спуститься к нам Лидера сотни Сергея Лазарева Прежде чем мы узнаем имя победителя Я хочу поблагодарить всю сотню За прекрасный сезон За ваш профессионализм За человеческие качества За ваши большие сердца И за служение музыке Конечно же огромное спасибо Я хочу сказать Сергею Лазареву Спасибо За твои превосходные лидерские качества И отдельно я хочу Чтобы мы все поаплодировали Сегодня двум легендам Которые находятся на этой стене Блистательной Любовь Успенской Несравненной нашей И любимой Наш поп-король российской эстрады Филипп Киркора Сергей, тебе слово Я хочу сказать огромное спасибо Каждому из вас, дорогая сотня Для меня было честью Быть лидером этой сотни Мы действительно большая музыкальная семья И я считаю, что этот сезон Был самым сильным И по участникам, и по экспертам Спасибо вам огромное Я вас очень люблю Спасибо Отдельно хочу, чтобы мы поаплодировали Нашему потрясающему ведущему Нашему невероятному Николаю Баскову Который, собственно, и задает Из раза в раз Тон нашей передачи Это уже душа нашей передачи И наша любовь Коленька, спасибо тебе, дорогой Спасибо, сотня Сергей, низкий поклон Ну а теперь настало время узнать Кто стал лучшим вокалистом Четвертого сезона Ну-ка, все вместе Кто победил в этой масштабной Вокальной схватке Кто из вас станет чемпионкой Вы готовы? Конечно Сейчас на этих экранах Появятся результаты Вокальной дуэли И мы узнаем имя победителя Сотни, вы готовы? Да! Покажите результаты Варвара Убель Становится Победительницей Четвертого сезона Ну-ка, все вместе Это твой приз Так Этот сертификат На миллион рублей Победителю проекта Варвара, это тоже тебе На нашей сцене Счастливый миллионер Варвара Убель Ну и отдельно аплодисментовать Симоне, она потрясающая тоже Это было круто! Спасибо И Милане, безусловно Сильнейшая тройка Вице-чемпионка Четвертого сезона Симона Куприна Ваши овации Итак, ваши аплодисменты Дорогая сотня Ответное слово Победительницы Четвертого сезона Варвары Убель Ох, непростая была у нее Дорога к победе Во-первых Огромное вам спасибо Вам спасибо, Сергей Потому что Те, кто не знали Я возвращалась сюда два раза Я уже два раза Покупала билеты на самолет Почти что Домой к себе Но хотела сказать, что Когда смотришь этот проект По телевизору Всегда видишь только Верхушку айсберга Когда оказываешься здесь Сколько людей Работают над этим проектом Какая здесь атмосфера Я сюда Каждый раз возвращалась И думала не то, что Как я сейчас тебя покажу На сцене Какую песню я спою Я думала Как я обожаю Всех этих людей Я действительно От чистого сердца говорю Что я полюбила этот проект За всех людей Которые здесь Участвуют Над ним работают Вы лучшие Спасибо Отличные слова Спасибо большое Ну а мы продолжаем Награждение Как и обещали От нашего информационного партнера Радиостанции Новое радио Победитель тоже Получает шикарный приз Мы приглашаем для награждения Генерального продюсера Нового радио Романа Емельянова Добрый вечер Добрый вечер Поздравляю вас С прекрасным выступлением И вас С прекрасным И конечно же С победой Варвара Молодец Поздравляю Ну дальше Должна уже начаться Большая творческая судьба А большая творческая судьба Всегда начинается Со своего Собственного Музыкального материала Это обязательно Для любого Артиста И новое радио Готово в этом помочь Мы поможем Выбрать песню Подобрать песню Аранжировать песню Записать песню И поставим ее В эфир Дорогие друзья Слушайте новое радио В эфире которого Звучат только Супер хиты И супер новинки А с этого года И Варвара Убель Победитель четвертого сезона Ну что ж Отдельные аплодисменты Генеральному продюсеру Нового радио Роману Емельянову Спасибо Рома За то что Развиваешь Нашу музыкальную Индустрию Ну что ж А сейчас я прошу Выйти на эту сцену И разделить Все эти эмоции Милану Рахманову Нашу бронзовую Призершу Три самые Достойные Великолепные Вокалистки Прекрасные Девушки Я хочу вам сказать Что вы нам Доставили Столько эмоций Столько Наслаждения Поэтому я бы сказал Что у нас конечно Есть победитель Но вы победили Сегодня все Вместе Спасибо Я приглашаю на сцену Всех финалистов Нашего проекта Давайте еще раз Искупаем их всех В овациях Мы благодарим всех Участников Всех экспертов И всех наших Телезрителей За шикарный Четвертый сезон Дорогие зрители Мы счастливы Потому что вы Поете вместе с нами Давайте еще раз Споем финальный гимн Нашего проекта Ну-ка Все вместе Участливы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»